Давайте проверим звук, нас слышно? Может кто-нибудь в чате прокомментировать, есть ли звук? Отлично, все, супер. Фуф, нас слышно, прекрасно. Добрый день. В первую очередь разрешите представиться. Меня зовут Ольга Хадерн, я ведущий менеджер компании OpenUp Travel. Рядом со мной присутствует Елена Гербер. Добрый день. Знакомая многим из вас. Мы сегодня проведем для вас семинар по теме «Доступная Швейцария», в котором мы будем рассказывать о том, как мы делаем Швейцарию доступной для ваших клиентов. Немножко коротко о том, как построен наш сегодняшний вебинар. Я начну, так сказать, с матчасти, расскажу вам о том, почему надо ехать в Швейцарию, почему нужно ехать с нами. Далее мы с Еленой расскажем вам о тех предложениях, которые сегодня мы делаем для вас. И в конце вопросы, пожалуйста, у вас есть окошечко «Вопросы». Пожалуйста, все вопросы в конце. Мы обязательно на все вопросы ответим, прокомментируем. Давайте начинать. Ну, наверное, с актуального. Сейчас Швейцария выходит из пандемии на максимально быстро, максимально эффективно по сравнению с многими странами. И мы считаем, что, наверное, Швейцария будет первой страной подготовленной в точке зрения безопасности для здоровья, для туриста. И мы готовы. У нас, на самом деле, открыты уже все рестораны, все отели работают. С пятницы открываются уже все горные подъемники. То есть страна, на самом деле, готова к приему туристов. Мы, соответственно, тоже на низком старте ждем. Вот. И, в принципе, все готово. Осталось только дождаться, когда начнут летать самолеты. Принято считать, что Швейцария – страна дорогая. И, в принципе, не безосновательное это утверждение. Но уже на протяжении 20 лет наша компания старается сделать так, чтобы Швейцария стала доступна для массового туриста. Благодаря тому, что у нас работают свои штатные гиды, водители. Благодаря тому, что у нас собственный автопарк. Благодаря тому, что мы очень хорошо и давно знаем эту страну, мы смогли разработать предложение, предлагающее Швейцарию вполне по доступным ценам. Мы сейчас говорим про групповые туры. Я буду упоминать цены на наши групповые туры, но они у нас бруто. Соответственно, по каким-то ценам, по комиссиям, скидкам, пожалуйста, обращайтесь к нашему партнеру компании TUI. Мы озвучиваем цены для конечного клиента. Итак, прежде чем мы пообратимся к турам, давайте поговорим о том, почему нужно ехать в Швейцарию. Возможно, кто-то недостаточно еще убежден в том, что Швейцарию нужно посетить. Давайте же посмотрим, почему. Во-первых, Швейцария – страна безопасная. И уже, что актуально сегодня с точки зрения здоровья, с точки зрения пандемии, она безопасна, как я вам сказала. Также Швейцария безопасна с точки зрения общего понимания безопасности. Известно, что Швейцария находится на втором месте по числу стран наиболее безопасных для посещения. Этот индекс рассчитывается, исходя из возможности возникновения стихий непедствий, войн, преступности и терроризма. Второй аргумент в пользу Швейцарии – это высокий уровень сервиса. Ни для кого не секрет, что Швейцария славится образованием в сфере гостиничного и ресторанного дела. Ежегодно тысячи иностранных студентов приезжают обучиться этому делу именно в Швейцарии. И абсолютный факт, что даже для работы в отелях, в ресторанах в Швейцарии сегодня просят предоставить опыт, не то что даже опыт, а сколько образования в сфере гостиничного и ресторанного дела. То есть это не как принято во многих странах считать, что официант – это студент, который подрабатывает. В большинстве случаев в Швейцарии тот же официант – это человек с образованием в этой сфере, человек с опытом. И очень многие работают всю жизнь в этой сфере. Разумеется, это не может не откладывать отпечаток на качество сервиса, который оказывается в Швейцарии. Далее, следующий аргумент – это уникальная природа Швейцарии. Швейцария – страна, конечно, очень, несмотря на свой небольшой размер, страна очень богатая на природные, скажем так, достопримечательности. Здесь есть все, как многие уже знают, и озера, и горные реки, и водопады, и долины, и леса, пещеры, каньоны. Все, что приходит вам в голову, все это можно найти в Швейцарии. И также, приехав на небольшую поездку, буквально несколько дней, вы все равно не избежите возможности полюбоваться природой Швейцарии. Следующий пункт – это архитектура. Конечно, Швейцария, благодаря своему знаменитому нейтралитету, смогла избежать большое количество войн, и в том числе самых разрушительных войн XX века, что позволило ей сохранить свою архитектуру в максимально благополучном состоянии, что дошло до сегодня, до наших дней, что можно сегодня увидеть во многих средневековых городах Швейцарии. И немаловажно, что на архитектуру Швейцарии оказала еще влияние большое и смесь, культурная смесь Швейцарии. Многие знают, что французы, немцы и итальянцы непосредственно ставили отпечаток, как и в архитектурном, так и в языковом плане на Швейцарии. Поэтому оно того стоит. Далее – кухня. Так же, как и в архитектуре, как я уже сказала, смешение культуры оказало свое влияние. Кухня действительно очень разная. Это и итальянские какие-то вариации. Французская кухня, немецкая кухня. Сама по себе кухня Швейцарии, конечно, очень простая. Это кухня горная, кухня фермеров. Но сегодня, да, при том, что у нас одна из лучших баз для гостиничного и ресторанного дела, конечно, здесь можно найти все. Плюс не нужно забывать о том, что, поскольку страна достаточно успешная и богатая, сюда стремятся люди со всех стран. И когда они сюда приезжают, многие открывают свои рестораны, всевозможных кухонь из всевозможных стран мира. И здесь, ввиду высокой конкуренции, им приходится работать хорошо. Если ты будешь продавать, что попало, то долго на этом рынке ты не продержишься. Поэтому за кухней в Швейцарию ехать стоит. И последний пункт, немаловажный, на мой взгляд, это мягкий климат и доступность отдыха круглый год. Швейцария очень удачно расположена географически, что позволяет, на самом деле, посетить ее в любое время года. Что, например, для европейского туриста, наверное, в феврале и ноябре не самые приятные месяца для путешествий. Но и в феврале, и в ноябре погода может быть очень приятной, очень мягкой, солнечной та же. Поэтому в любое время года Швейцария найдет способ порадовать своего туриста. Теперь, когда, я надеюсь, мне удалось убедить вас посетить Швейцарию, давайте определимся, почему Швейцарию нужно посещать с нами, с компанией OpenUp Trello. Несколько аргументов в пользу OpenUp. Смотрите, мы, как я уже упомянула, существуем на рынке более 20 лет. Безусловно, это серьезный аргумент в пользу того, чтобы выбирать нас в качестве партнеров для путешествия. У нас не только хорошая репутация, заслуженная репутация на рынке среди наших клиентов, в том числе и среди наших партнеров в Швейцарии. Куда не приедешь, все знают OpenUp, уже много лет работаем с многими отелями, с многими туристическими бюро, с многими развлекательными, так сказать, компаниями. Следующий аргумент – это прямые контракты с отелями. Мы работаем с отелями напрямую. Это позволяет нам, в первую очередь, делать для вас максимально привлекательные цены на наши туры. А во второй очередь, это позволяет нам максимально быстро решать все возникающие вопросы. Я думаю, вы, как специалисты в сфере туризма, прекрасно понимаете, что когда между тобой и отелем еще несколько агентств, системы и не пойми кто, то решить вопросы оперативно на месте очень сложно. У нас есть по каждому отелю, с которым мы работаем, есть менеджеры специально обученные, с которыми мы решаем все вопросы напрямую максимально быстро. И, конечно, это максимально комфортно для наших гостей, для наших туристов. Далее, как я уже упоминала, у нас свой штат профессиональных гидов и водителей. Мы стараемся избегать всевозможных фрилансеров и ненадежных, так сказать, людей. Мы работаем со своими сотрудниками, многие работают уже более 10 лет в компании. Это позволяет оказывать услуги определенного качества. То есть у нас есть определенные минимальные стандарты, которые гид должен выполнять при проведении экскурсии. Разумеется, они все люди творческие, разумеется, не без полета фантазии, но есть минимальный пакет, минимальный стандарт, который они должны выполнить, они его выполняют. Поэтому экскурсиями наших гидов клиенты всегда довольны. Далее у нас собственный автопарк, что тоже немаловажно, и что тоже оказывает огромное влияние на возможность предоставлять вам такие низкие цены на наши услуги. Потому что на самом деле в Швейцарии транспорт очень дорогой. И если брать его в аренду или брать у какой-то другой третьей компании, то, конечно, таких цен, как у нас, не получится добиться. Поэтому это тоже наше существенное преимущество. И при этом, опять же, возможность оперативно решать многие вопросы на месте. Когда, не дай бог, что-то с одной машины пошло не так, у нас есть возможность перехватить другую машину, пригнать. Ну и последний пункт. Сотрудники нашей компании, в том числе сотрудники офиса, гиды, водители. Мы все живем в Швейцарии. В частности, мы сейчас находимся с вами, ведем вебинар из Берна, столицы Швейцарии. Мы хорошо знаем эту страну, мы хорошо знаем продукт, который мы продаем. И если у вас возникают какие-то вопросы, если вам нужны какие-то советы, то, разумеется, мы можем дать вам не просто информацию из Google, да, мы выдаем вам практическую информацию, которая максимально проверена. Проверена наши, проверена непосредственно нами. Теперь давайте перейдем непосредственно к нашим предложениям и почему же наши туры доступные, почему наши туры привлекательные, почему их нужно выбирать. Начну я с самого продаваемого тура. Возможно, многим из вас он уже знаком. Это тур «В гостях у сказки». Почему он такой продаваемый и привлекательный? Ну, наверное, потому что за цену достаточно вразумительную по швейцарским меркам 990 евро включен 8-дневный экскурсионный тур по основным достопримечательностям страны, сопровождение профессиональных русскоязычных гидов, комфортабельный транспорт и проживание в отелях категории 4 звезды на базе завтрака, включая городские налоги. Этот тур действительно очень хорошо разработан, очень хорошо уже испытан нашими туристами, и он очень любим туристами. Некоторые приезжают даже по два раза. Он идеально подходит для тех, кто хочет увидеть Швейцарию в первый раз, потому что в рамках этого тура турист увидит все основные хайлайты Швейцарии. И Цурих, и Берн, и прекрасный Монтрео, и Женеву. То есть эти вот основные точки, о которых человек думает, когда произносит слово «Швейцария», они, в принципе, все в этом туре так или иначе задействованы. И, разумеется, будет богатая природа, и культура, и возможность с кухней познакомиться. Все это будет. Итак, немножко расскажу подробнее про этот тур в «Гостях и сказке». И почему я рассказываю про него подробно, потому что хочу обратить ваше внимание, что у нас достаточно большая линейка всевозможных туров, но все наши туры так или иначе являются вариацией тура в «Гостях и сказке». Это, так сказать, скелет, на который крепятся все остальные туры. Некоторые предполагают возможность заезда раньше, некоторые предполагают возможность более продления отдыха, некоторые, скажем так, туры – это часть тура в «Гостях и сказке». Поэтому, если вы понимаете наш базис, наш основной тур, то, в принципе, все остальные туры, они как бы накладываются на него, и тоже будет проще об этом далее говорить. Значит, подробнее про тур в «Гостях и сказке». Мы прилетаем всегда в этот тур по субботам, заезд по субботам в Цюрих. Мы встречаем наших туристов как в аэропорту, так или на железнодорожном вокзале. Некоторые приезжают на автобусе. Далее мы привозим туристов в отель, размещаем и начинаем обзорную экскурсию по центру Цюрих. Длится она примерно 2 часа, и после чего у туристов, ввиду того, что это суббота, и магазины еще открыты, есть возможность даже немножечко потратить время на себя, купить какие-то сувениры, прогуляться по городу. Что здесь важно? Заезд можно, на самом деле, даже организовать и в пятницу. Есть возможность дополнительной ночи, то есть не обязательно заезжать в субботу, если рейс неудобный. Но, как правило, основная программа предусматривает заезд по субботам. На следующий день воскресенье. Мы где-то в районе 8 утра встречаемся с группой и отправляемся в средневековый Штайнамрайн и посещаем великолепнейший водопад Райнфальн. Рейнский водопад, иначе говоря. Очень здорово смотреть его, этот водопад, весной, когда, в поздней весной, когда уже ледник сильно начинает таять. Невероятные, конечно, впечатления производит. Очень рекомендуется. Далее, в этот же день, есть возможность для туристов по желанию посетить рядом недалеко расположенный Лихтенштейн, на который, на самом деле, много времени тратить и не надо. И также мы предлагаем еще возможность посетить замечательный монастырь Анзибельн, тоже расположенный в той части страны. В понедельник, на следующий день, мы отправляемся уже в центральную Швейцарию. Переезжаем через Люцерн, где у нас есть обзорная экскурсия по Люцерну. Мы переезжаем в Интерлакен. При этом в Люцерне у нас порядка двух часов. Очень красивый город, достойный внимания. Стоит его обязательно посмотреть. И живописный, и с точки зрения архитектуры, и природы, безусловно. В Интерлакене мы также оказываемся на экскурсии. Очень, скажем, Интерлакен больше городок для знакомства природой. С природой и потрясающими горами, которые там расположены. Это очень живописное место. Размещаемся мы, как правило, в регионе центральной Швейцарии. Это может быть и Интерлакен. Это, возможно, летом иногда мы селим группу в горах в регионе Венген. Может быть и Берн. На следующий день у нас день свободный. Туристы могут отдохнуть в регионе размещения. Либо отправиться на одну из дополнительных экскурсий. В частности, возможны такие экскурсии, как поездка в долину водопадов и озеро Бринц. Поездка на гору Юнгфрау. Это вершина, самая знаменитая гора Европы. Топов Цеха. Топов Юроп называется она у нас. Скажем так, швейцарский ответ Монблану, поскольку Монблан нам не принадлежит. Поэтому мы массово продаем Юнгфрау. Что, по-моему, высота, если не ошибаюсь, 4200 метров. Нам пишут очень хорошая программа с остановками Негалопом. Действительно, это еще одна из качественных характеристик этого тура. Далее прервалась экскурсия в Базель, возможно, также по желанию. И экскурсия на гору Пилатес. На следующий день мы отправляемся во французскую Швейцарию. Уже, так сказать, Свис-Рома. Мы проезжаем через Берн. В том числе у нас здесь включена обзорная экскурсия по Берну. После Берна мы переезжаем в сыродельческий регион Грюер. Где у нас есть возможность продегустировать местные сыры. И есть также у нас там возможность дополнительной экскурсии на шоколадную фабрику. Какая же Швейцария без сыра и шоколада, да, как говорится. Размещаемся во французской Швейцарии. Мы, как правило, на курортах ВВ или Монтрео. Иногда в период каких-то определенных фестивалей нам приходится размещать в группе Лозанна. Что, в принципе, от этого тур совершенно не страдает. Потому что Лозанн тоже абсолютно замечательный город. Следующий день у нас четверг. Шестой день тура. Тоже свободный. Здесь уже мы пользуемся возможностью посетить Францию. Поскольку граница расположена максимально близко. Мы можем поехать. Летом рекомендуем мы посещение Анси и Уар. А зимой Шамани и Монблан региона. Вечером можно отправиться также в термальный центр, расположенный неподалеку. Как правило, эти две экскурсии многие туристы объединяют. После длинного экскурсионного дня очень прекрасно расслабиться под вечерним солнцем в открытых термальных ваннах. Отличное ощущение, отличный экспириенс. Очень советую рекомендовать вашим туристам. Далее в пятницу, в седьмой день, мы отправляемся уже в Женеву. Мы отправляемся в Женеву с большущей экскурсионной программой по швейцарской ривьере, где мы посмотрим Монтрео. Обязательно увидим самый фотографируемый, пожалуй, в Швейцарии замок. Это Шильонский замок. Далее мы посетим ВВ и Лозанну. И программа закончится, обзорные экскурсии по Женеве. И далее туристы опять в пятницу получают свободное время, где можно также потратить время на себя любимого, пройтись по магазинам, собраться с мыслями, потому что на следующий день, в субботу, мы вылетаем домой. Вылет из Женевы у нас под все рейсы. Мы делаем трансфер. Также, как я уже говорила, как и встречаем, так и провожаем. Мы можем, возможно, человек захочет поехать в Париж на поезде после отдыха в рамках тура. Мы организуем трансфер и на железнодорожный вокзал, не проблема. Вот такая программа у нас в гостях у сказки. Как я уже сказала, это наша основная программа, на базе которой мы уже предлагаем другие вариации. И вот сейчас мы, собственно говоря, о них и поговорим. Для тех, кто хочет продлить свой отдых, ну, у человека две недели, например, на отпуск есть, хочется и Швейцарию посмотреть, так сказать, культурную часть освоить, ну и при этом немножко отдохнуть, полежать на солнышке и погреться. Для этого у нас есть две потрясающие программы. Это программа каникулы в стране озер, которая предполагает, что после завершения тура в гостях у сказки туристы отправляются в итальянскую часть Швейцарии, в регион Лугана, где они могут как три дня ничего не делать, просто гулять вдоль потрясающего озера, наслаждаться швейцарской Дольчевита. Так и, в принципе, у нас есть для них экскурсионные предложения в рамках отдыха в Луган, такие как замки Белинзоны. Очень тоже интересный вариант. Можно отправиться на перевал, знаменитый перевал Казангот-Харт, через который много-много лет назад Суворов проделал свой знаменитый поход. Этот тур, я думаю, цены я не буду назвать, потому что они, в принципе, все на слайдах отражены. Вы можете сами все это прекрасно посмотреть и, в принципе, прочитать, какие достопримечательности увидят туристы в рамках тура. Я не буду все это читать, потому что оно в большинстве случаев будет повторяться. Буду только обращать внимание на какую-то особенность тура. И в данном случае особенность этого тура в том, что есть возможность познакомиться с регионом Тесим и непосредственно курортом Лугана. Заезд по этому туру, так же, как и в гостях у «Сказки» по субботам, мы выезжаем и, соответственно, три ночи позже по вторникам. Следующий тур для тех, кто хочет продлить свой отдых более продленный – это тур «Алые паруса». Здесь у нас появляется Франция. После завершения тура в гостях у «Сказки» в субботу мы отправляемся не домой, а мы перелетаем в Ниццу или Канны. Само понятно, что прилетаем мы в Ниццу, а дальше, возможно, вариант отдыха, в том числе и в Каннах. Там также мы по прилету в Ниццу организуем трансфер до отеля. Дальше у человека есть вариант – либо он проводит шесть замечательных ночей на пляже, либо он выбирает какую-то экскурсионную программу, но это будет уже непосредственно с ним обсуждаться, какие варианты ему интересны. Все будет предлагаться в индивидуальном порядке. Ну и завершается тур такой по пятницам. Также мы организуем трансфер, и человек спокойно возвращается спустя уже две недели отдыха домой. Для тех, кто, наоборот, располагает меньшим количеством времени, либо для тех, кто хочет сэкономить, мы предлагаем следующие варианты туров, их четыре. Это все туры, которые предусматривают размещение четыре ночи, и стоимость всех туров одинаковая, как вы видите, 555 евро. Значит, чем отличаются эти туры? Так или иначе, они все, как я уже говорила, частично затрагивают маршрут нашей сказки, в случае с классической ривьерой туристы прилетают в Цюрих, но не в субботу, а попозже. Они залетают по вторникам и присоединяются к нашей основной группе. Значит, начинаем, получается, мы наш тур с Берном. Прилетев в Цюрих, мы перевозим туристов в Берн, и далее мы едем по программе, смотрим Берн, Грюер, швейцарскую ривьеру, и завершаем тур в Женеве. Тур первое свидание со Швейцарь отличается только тем, что в отличие от предыдущего тура прилет у нас в Женеву. То есть понятно, что кому-то выгоднее... То есть здесь вы можете просто выбрать зависимости от того, куда вам выгоднее или удобнее прилететь. Если там вам удобнее Цюрих, прилет, вылет в Женеву, либо прилет и вылет в Женеву, это вот основное отличие. А так как бы набор, туристический набор одинаковый, да, то есть отличаются только города прилета. Далее тур однажды в Женеве. Это тур для тех, кто хочет посмотреть только французскую часть Швейцарии. Мы прилетаем в Женеву по средам и далее отдыхаем две ночи на французской ривьере, то есть это может быть Монтре-ВВ. И последние две ночи мы проводим в Женеве. Поэтому туру вылет у нас по воскресеньям, что дает возможность, в принципе, я бы сказала, этот тур на берегу Женевского озера, чтобы было проще запомнить. И последний тур «Солнечное лето» для тех, кто... Его, кстати, выбирают многие, кто уже был у нас в гостях у сказки в туре. Они приезжают просто посмотреть итальянскую часть Швейцарии, регион Тессин. Здесь мы прилетели в Женеву в пятницу. Сходили на обзорную экскурсию по Женеве. На следующий день переехали в Луган. И у нас есть три замечательные ночи в Луганах, которые мы проводим на свое усмотрение, как я уже сказала, либо ничего не делая, либо с экскурсионной программой, которая у нас будет, соответственно, как дополнительная считаться. это вот такие варианты экономного в плане времени или в плане денег отдыха по Швейцарии. Либо как дополнительное, например, можно объединить эти программы с отдыхом, не знаю, в Франции, в Германии, в Австрии, если кому-то захочется посмотреть две страны. Хотя у нас для тех тоже есть определенное предложение. Далее есть еще такой более укороченный вариант для тех, у кого есть только выходные и могут себе позволить приехать в Швейцарию на выходные. Это туры в гостях у «Сказки мини» и выходные в Женеве. Значит, чем они отличаются? То есть тур в гостях у «Сказки мини» это тур, ориентированный на отдых в Цюрихе, выходные в Женеве, понятно где, да? Значит, в гостях у «Сказки мини» мы прилетаем по пятницам. Соответственно, у нас есть полноценный свободный день в пятницу, который можно посвятить каким-то своим там делам или шоппингу, например. В субботу мы уже вместе с группой отправимся на экскурсию по Цюриху, и в воскресенье нас ждет замечательная экскурсионная программа «Рейнский водопад» и «Штайна в рай». Вылет по понедельникам. В принципе, вот такой неплохой тур. Идеально подходит для тех, кто просто хочет отдохнуть, выходные в Швейцарии провести, либо у него есть какие-то дела совместить, потому что цена, сами видите, очень привлекательная на такой тур. Выходные в Женеве – это две ночи в Женеве. Из экскурсионного набора здесь только экскурсии, обзорные по Женеве, но с точки зрения, наверное, какой-то деловой поездки очень иногда удобно, что если, например, люди объединяют, то мы предлагаем достаточно интересную цену для отдыха в Женеве. Далее мы перейдем к турам для тех, кому хочется чего-то особенного. И я уже передам слово моей коллеге Елене Гербер. Думаю, что я уже порядком вам поднадоела. Сменим немножко картинку. Я передаю слово Елене. Добрый день, коллеги. Спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашем вебинаре. Будем надеяться на сотрудничество. Итак, туры для тех, кому хочется чего-то особенного. Это туры более продолжительные, которые включают в себя программу в гостях у сказки, но начинаются они в других странах и в других регионах. Первый из них – это тур «Аллоэта принц», который мы начинаем из Мюнхена. Потому что очень часто туристы хотят, приехав в Европу, посмотреть несколько стран. И создание шенгенской зоны позволило нам написать программы, расширенные, объединяющие Швейцарию с другими близлежащими странами. Данный тур начинается у нас в Мюнхене. Прилет в Мюнхен тоже любым рейсом. Каким пожелают ваши клиенты, мы всех встречаем. Размещаем в отеле. Прилет в данную программу у нас предусмотрен по четвергам. В Мюнхене у нас две ночи. Обзорная экскурсия по Мюнхену. И при переезде из Мюнхена в Цюрих, который у нас происходит в субботу, мы предлагаем туристам, мы показываем туристам замки Баварии. Что очень интересно и делает переезд из Мюнхена в Цюрих не таким продолжительным и приятным. Далее по приезду в Цюрих у туристов обзорная экскурсия, и они вливаются в программу «В гостях у сказки». Путешествие по Швейцарии еще одну неделю. Вылет, соответственно, в субботу из Женевы. Прилет в Мюнхен в четверг. Вылет из Женевы через неделю в субботу. Вторая программа, объединяющая классический европейский немецкоязычный треугольник, это Австрия, Бавария и Швейцария. Называется она «Мечты сбываются». И начинается она в Вене, тоже по четвергам, как и «Аллоэта принц». Прилет в Вену, встреча в аэропорту, размещение в отеле и обзорная экскурсия. На Вену у нас одна ночь. Для тех, кому хочется увидеть этот город более подробно, мы предлагаем также дополнительные ночи. Можно приехать заранее. Далее у нас переезд из Вены в Мюнхен, который проходит в зависимости от состава группы или на поезде, или на автомобиле. Данные группы, как правило, небольшие. На маршруте Вена-Мюнхен предлагается дополнительная экскурсия в Зальцбург. По приезду в Мюнхен также обзорная экскурсия по городу. И в субботу группа переезжает через замки Баварии в Цюрих и вливается в базовую программу «В гостях у сказки». Вот прозвучал вопрос. Экскурсия по замкам Баварии. Входные билеты входят в стоимость или нет? Входные билеты в замки Баварии в стоимость не входят. Мы привозим туристов к замкам. Гиды рассказывают о замках. И затем те, кто желает, идут посещать замки, покупая билеты самостоятельно. Гиды им при этом помогают. А те, кто не хочет, они остаются погулять в парках у замков. Следующие программы для тех, кому хочется чего-то особенного, это программы, которые включают панорамные поезда. В последнее время очень большой интерес у наших клиентов к панорамным поездам Швейцарии. Первая программа, недельная программа, называется «Золотой перевал». И она включает в себя переезд на панорамном поезде «Золотой перевал» «Голден пасс» из Интерлакена в Монтрю. Прилет по данной программе у нас в Цюрих каждую субботу. Отличие от тура в «Гостях у сказки» в данной программе тем, что клиенты гарантированно размещаются в Интерлакене, проводят там две ночи, и в среду они переезжают на панорамном поезде в сопровождении гидов из Интерлакена в Монтрю. И затем в Монтрю они размещаются в регионе Женевского озера по приезду в Монтрю, иногда в Монтрю, иногда в ВВ, иногда в Лазанье. И также присоединяются дальше к туру в «Гостях у сказки». Проживание в отелях «Четыре звезды» на базе завтраков по всем программам. Здесь уже отвечаю на вопрос. Переезд на панорамном поезде «Голден пасс» «Золотой перевал» в вагоне первого класса с резервацией мест. Это все включено в стоимость тура. Данный день проходит очень-очень комфортабельно. Вторая программа с панорамным поездом – это «Ледниковый экспресс». Мы запустили ее в этом сезоне, потому что также спрос на данный пакет очень большой. Мы, соответственно, создали групповой туристический продукт, предлагающий этот переезд. Программа начинается так же, как и все туры, туры, начинающиеся в Швейцарии в субботу, в Цюрихе. Затем мы переезжаем в Бат-Рагац с экскурсией по Лихтенштейну. Она входит в данном пакете в стоимость. Отдыхаем в отеле «Четыре звезды» на курорте Бат-Рагац. Затем переезжаем на альпийский курорт «Санкт-Мурец». Размещаемся в отеле. И на следующий день у нас переезд на панорамном поезде «Ледниковый экспресс», «Глассе экспресс». Также вагоне первого класса с резервацией мест на второй топ-курорт, альпийский курорт Швейцарии «Цермат». Затем у нас отдых в «Цермате» одна ночь. И мы переезжаем во французскую часть Швейцарии в регион Женевского озера, где клиенты проводят две ночи. Последняя ночь в Женеве и вылет домой. Прилет в Цюрих, вылет из Женевы. Программа тоже недельная. Вот это два пакета с панорамными поездами. Следующие программы для расширенного знакомства со Швейцарией это программа «Секреты альпийских долгожителей». Перелет также по субботам в Цюрих. Затем по окончании основной программы тура, экскурсионной, туристы переезжают на термальный альпийский курорт Лёй-Кирбат для оздоровления, где они проводят две ночи, можно добронировать дополнительные ночи. И далее у них трансфер в аэропорт Женевы. И вылет предполагается уже из аэропорта Женевы. Это для тех, кто хочет после того, как они посмотрели основные достопримечательности Швейцарии, еще отдохнуть, расслабиться на альпийском термальном курорте. Поверьте, это очень интересное предложение. И туристы данная программа спрашиваемая и продаваемая. И еще один продукт групповой, расширенный, который рассчитан на 9 ночей, это программа «Скатерти Мамбранка» или «Made in Switzerland». Она предполагает прилет в Цюрих. Далее в составе группы «В гостях у сказки» туристы путешествуют до Женевы. И после Женевы у них еще 2 экскурсионных дня, один из которых «Долина часов». День экскурсионный, который рассказывает о производстве часов, истории развития часовой промышленности в Швейцарии, посещении региона, где расположены основные часовые предприятия. И далее клиенты переезжают на одну ночь в Берн, еще одна ночь у них в столице Швейцарии. На следующий день воскресенья переезд из Берна в Цюрих с экскурсией в «Долину сыров» в Эмменталь. Если в ходе программы «В гостях у сказки» и базового пакета мы смотрим родину швейцарского сыра Грюер и дегустируем Грюерский сыр, то данная программа позволяет еще посетить регион сыроделия Эмменталь. И затем у нас «Одна ночь в Цюрихе» и вылет из Цюриха. Данный пакет у нас «Цюрих-Цюрих». Прилет в Цюрих и вылет из Цюриха. По вопросам бронирования и размера комиссии, как уже говорила моя коллега Ольга, мы обращаетесь к нашему партнеру, компании «Туи». Тем самым обзор наших групповых экскурсионных продуктов мы закончили. Спасибо вам за внимание. И мы сейчас начинаем ответ на ваши вопросы. Уже несколько вопросов прозвучало о минимальном количестве человек в группах. Группы «Швейцария» продукт эксклюзивный. Группы у нас небольшие, можете не волноваться. Плюс наличие своего транспорта позволяет нам даже большую группу делить на несколько мини-автобусов, чтобы делать продукт путешествия комфортным. Естественно, в сезон, в летний сезон, август, июль, август, сентябрь, майские праздники у нас бывают большие группы, по 35, по 40 человек. И даже если они путешествуют на большом автобусе в сопровождении гида, у туристов мы предлагаем приобрести наушники. Наши гиды очень профессиональные. И данный вариант позволяет туристам при любом составе группы провести очень комфортные экскурсионные дни. Да, следующий вопрос. Я вижу, налоги в отелях уже везде включены. Да, совершенно верно. Мы включаем все городские налоги в стоимость тура, поэтому туристам только иногда просят оставить депозит какой-то, да, под, например, мини-бар или что-то в этом духе, пусть они не пугаются. Городские налоги мы оплачиваем за туристов сами. И стоимость туров указана за одного человека при размещении в ТАПах. В двухместном размещении, да, за одноместное размещение предполагается доплата, она тоже комиссионная. Максимальное размещение в номерах – три человека. Как правило, у нас отели четыре звезды и четырехместных номеров. Они не предлагают. То есть если семья из четырех человек, двое взрослых, двое детей, мы стараемся сделать два номера двухместных коннектинг. Для детей есть скидка, она указана у нас на сайте. И если, предположим, едет какая-то группа друзей, друзей, которые желают, чтобы у туристов номера были рядом, мы обязательно отражаем это в румингах, и отели по возможности предоставляют номера рядом. Так, дети, вопрос про возраст, про возраст. Скидка на детей у нас, по-моему, до 16 лет. До 16 лет предполагается. То есть 15 лет еще есть, а 16 уже взрослых. Да, 16 уже полный, да. Списки отелей предполагаемых у нас есть, но иногда бывают изменения. Вы понимаете, что размещение в Цюрихе и в Женеве, если проходят какие-то мероприятия мирового масштаба, то название отеля может просто измениться. Все туры круглогодичны. Заезд в туры круглый год. Можете спокойно. Если у вас есть два человека, а двух человек мы подтверждаем, мы открываем группу. Если у вас есть два человека, вы можете даже нас не спрашивать, вы можете смело подтверждать, выкупать билеты и подтверждать нам бронирование. Тут еще был вопрос, можно ли детям из какого возраста. Да, детей мы берем с возраста от 5 лет, потому что экскурсионная программа для детей менее 5 лет, она не так интересна, и это может составить определенный дискомфорт для других участников тура, поэтому детки от 5 лет. Про скидку на детей мы уже ответили. Два человека, минимальное количество людей при заказе маршрута. Если у вас один человек, мы просим вас написать нам сообщение, уточнить, открыта ли группа, и тогда, соответственно, бронировать. Группы русскоязычные. Завтраки, шведский стол. Родители с ребенком. Это уже группа, да, это уже группа, это уже два человека. Школьные группы берем с удовольствием. Вот под данные пакеты мы с удовольствием работаем для школьных групп, мы с удовольствием работаем для корпоратов, то есть во все свободные дни тура мы можем организовать какие-то бизнес-поездки, мы можем организовать что-то для детей, для детей мы можем составить пакет специально, чтобы посетить еще, предположим, зоопарк, посетить аквапарк, что-то более интересное для детей. Группы еженедельные. Да. Мы в рамках презентации указываем, по каким дням заезд. То есть если у вас, как уже Елена сказала, есть два человека, и вы видите, что по программе тура заезд по вторникам, то это означает, в любой вторник ваши туристы могут заехать в тур. И еще здесь был вопрос про завтрак, быстро так все пролистывается. Типичный завтрак в Швейцарии – это яйца. Они, как правило, либо вареные, либо scrambled, это когда они, не знаю, как это по-русски правильно сказать. Яичницы. Не, ну, перемолотые, да, вот как... Омлет. Омлет, да. Вот, есть, как правило, нарезка сырная, мы же без Швейцарии, без этого никуда, нарезка мясная какая-то присутствует. Всегда есть какой-то хлеб, круассаны, кофе. Кофе, как правило, стоят кофемашины. Вот. Йогурты. Да, йогурты. И какой-то фрукт может быть, да. То есть мюсли, кстати, тоже неотъемлемая чай швейцарского завтрака. В принципе, завтраки достаточно хорошие. Наши гиды, в том числе, иногда присоединяются к туристам и уточняли, что завтраки действительно неплохие. И по питанию еще гиды всегда в каждом городе Швейцарии. После экскурсии дается время на обед, и гиды уточняют у клиентов, что бы им хотелось. Какие-то рекомендуются рестораны быстрого питания, самообслуживания, исходя из бюджета. То же самое вечером, когда клиенты приезжают. Мы не практикуем предложение проживания с полупансионом, потому что не всегда можно рассчитать тайминг группы, приезд в отель. Но по желанию клиентов гиды всегда рекомендуют, где можно покушать, где какая кухня, у кого какой бюджет. Клиенты без внимания не остаются. С этим моментом, с моментом питания у нас проблем не было. Да, и как я уже сказала в предыдущей части вебинара, что Швейцария достаточно предлагает огромное количество кухонь, всех вариантов, как от высокой кухни, так и стритфуд, при том, что стритфуд действительно очень качественный, очень хороший, и люди с небольшим бюджетом могут прекрасно поесть. Вот есть вопрос средний чек на обед. То есть можно зайти в какой-нибудь ресторан КОП, быстрого самообслуживания, и поесть на 20-25 франков, в принципе. Ну это уже очень плотное, обычное, просто горячее блюдо, можно в том же ресторане быстрого самообслуживания, купить за 10-11 евро на человека одно блюдо. Есть специальное меню, туда уже в эту стоимость будет включен еще и один безалкогольный напиток. По поводу виз был вопрос. Визами занимается наше московское представительство. Нужно обращаться к ним или через туи. Гид сопровождает туристов виз-тур, он рассказывает на переездах тоже. Да, конечно, гиды сопровождают, гиды размещают, гиды утром встречают группу в отеле, и гиды размещают, и вечером привозят группу в отель, делают все возможное, чтобы клиентам было комфортно и удобно. Да, у нас есть еще такая опция, о ней, кстати, не было сказано, это дежурный телефон, так называемый, у нас есть, когда на ваучерах мы указываем для туристов контактный телефон, это какой, как правило, на телефоне сидит один из наших сотрудников, и в случае, если у туриста возникли какие-то сложные какие-то ситуации непонятные, и гида нет рядом, в отеле он не может говорить ни на каком языке, кроме родного, да, то, в принципе, он может обратиться к нам, и мы поможем, достаточно частая практика, мы общаемся с туристами уже непосредственно, находясь в Швейцарии на месте. Да, и если туристы, наши туристы, вы знаете, если они ничего не забыли, так не бывает, мы всегда протягиваем руку помощи, если что-то потеряли, если нужна какая-то помощь, заблудились, вот на этот дежурный телефон можно позвонить, и всегда диспетчер русскоязычный ответит, поможет, расскажет, чтобы клиенты не чувствовали себя потерянными в нашей стране. Туристы в дни официального заезда групп и выезда мы предоставляем под все рейсы, трансферы. Сим-карту смысла не вижу покупать, потому что, как мы уже сказали, гид сопровождает туристов на протяжении всего тура, да, если речь о самих отелях, уже практически везде есть Wi-Fi, трудно найти отель без Wi-Fi, то есть, в принципе, по WhatsApp они всегда могут куда-то позвонить, в крайнем случае всегда можно спуститься на ресепшн отеля, попросить позвонить с ресепшн отеля нам на дежурный номер, и мы обязательно проассистируем туриста, поэтому не вижу смысла, потому что это лишние деньги, плюс потом что-то с этой сим-картой нужно делать. Многие покупают, да, кому, например, важно иметь интернет постоянно, допустим, во время экскурсии, при переездах, вот, для тех, конечно, имеет смысл, а для такой какой-то текущей связи обычной, просто в этом, это бессмысленно, на мой взгляд. Стоимость программ указана без перелета, это только наземное обслуживание. Вот мы встретили людей в аэропорту и привезли их обратно в аэропорт. Потом был еще вопрос по возможности приобретения билетов на панорамные поезда. Да, это возможно. Мы берем за это свой организационный сбор, билеты мы покупаем, предоставляем билеты в электронном виде вам, пересылаем их или пересылаем через нашего партнера компанию Туя. Также через нас, если, предположим, по окончанию тура клиенты хотят продлить свой отдых где-то в Европе, мы можем предложить им покупку билетов на железнодорожные поезда по Европе или покупку авиаперелетов лоукост. Мы тоже это делаем. Есть ли отели без Wi-Fi? Ну, в рамках нашей программы пока что еще таких отелей не было. Я думаю, что где-то может быть далеко-далеко в горах, высоко-высоко в горах. Нет, на самом деле, конечно, в Швейцарии в этом плане достаточно... Качество Wi-Fi может быть не самое лучшее, но он есть. Так, мы сейчас посмотрим, есть ли у нас вопросы там, где они должны были быть. Там их нет. Языки общаются местные. Ну, смотрите, это зависит от того региона, где мы находимся. Как вы видели, мы разделили тур на регион Цюрих, Центральная Швейцария, Французская Швейцария и еще упоминалась Итальянская. Соответственно, мы говорим в регионе Цюриха до Берна, мы говорим на немецком. После Берна в сторону Грюера уже появляется французский язык. То есть там более билингвальные регионы французский и немецкий активно используются. Во французской части Швейцарии говорят только на французском. То есть если, например, в немецкой Швейцарии еще кто-то говорит по-французски, то во французской Швейцарии нужно говорить только на французском. Ну и в итальянской части, разумеется, итальянский язык, хотя там активно еще и используются немецкий. При этом важно, что тоже Швейцарию отличают от многих европейских стран. Это высокий уровень английского языка. То есть любой турист, владеющий базовым английским языком в Швейцарии, по крайней мере, в крупных городах таких, как Цюрих, Женева, Берн, точно не останется потерянным, потому что в отелях, в ресторанах, даже в каких-то маленьких забегаловках, даже на улице люди, как правило, говорят на английском языке. По поводу событийного туризма, фестивалей, если в Швейцарии проходят какие-то ежегодные мероприятия, и в рамках тура группа попадает именно в этот город, именно в этот момент, мы, естественно, предлагаем туристам входные билеты, да, или билеты на концерты, на фестивали, но это уже за дополнительную доплату. Об этом мы сообщаем заранее, да, и предлагаем клиентам. Вот сейчас, к сожалению, не состоялся чемпионат мира по хоккею в Швейцарии за певида. А у нас были билеты для туристов. А у нас были билеты для туристов именно на те матчи, в рамках тех городов, где клиенты проводили свое время и были свободные дни, и была возможность пойти на какие-то игры. У нас было такое предложение, было предложение тоже, мы были готовы, вот Монтрео Джаз Фестиваль, к сожалению, из-за пандемии был отменен, а у нас было предложение поехать только в гостях у сказки с посещением концертов. Да, ну вот, наверное, из самых таких крупных событий, которые наши туристы могут попасть практически всегда, да, это Женевский мотошоу, достаточно проходит автосалон достаточно длительное время, и, как правило, мы всегда его зацепляем, есть возможность на него попасть, добираться там недалеко, туристы иногда сами ездят, часто туристы сами ездят в ЦЕРН, бронируют себе экскурсии из Женевы, тоже достаточно популярная история сегодня. Вот, как Елена уже сказала, джазовый фестиваль в Монтрео, очень интересное мероприятие, но, правда, проходит раз в 4 года, если не ошибаюсь, фестиваль виноделов в Монтрео, он тоже в районе ВВ проходит, и на него тоже очень интересно было попасть. Иногда туристы могут попасть, как я уже говорила, у нас есть дополнительная экскурсия в Базель, да, в рамках Базельской выставки, которая проходит, Базель World, тоже очень знаменитая выставка, на нее в рамках тура можно поехать, например, на дополнительную экскурсию и вместо экскурсии по Базелю посетить эту уникальную выставку. Такой вариант тоже возможен. Очень много концертов проходит, да, то есть, если, например, вот опять же, возвращаясь к вариантам выходных туров, там, укороченных каких-то вариантов, можно совместить, например, в Цюрихе, если вы посмотрите, проходит огромное количество концертов, потому что есть потрясающий стадион, приезжают знаменитости всех уровней со всех стран мира, поэтому, как, например, направление для фестивалей или каких-то мероприятий. Звука почему-то нет. Вы нас слышите? Есть. Есть звук? Есть. Так, про фестивали, да, я закончу. То есть, в Цюрихе очень большая концертная программа, всегда вы можете как с нами посоветоваться, можете сами посмотреть в интернете, очень много всего проходит. И очень, кстати, интересный тоже момент для любителей именно музыкальных фестивалей, Швейцария прямо вот очень любит музыкальные фестивали, летом они проходят активно, начиная с июня, они проходят по всей стране, то есть, начиная там от Цюриха, заканчивая знаменитым фестивалем в Асконе, да, он проходит несколько дней, по-моему, даже, да, очень много в районе, в регионе Берна, у нас на Куртане, гора рядом с Берном, каждый год проходит, длится, как правило, около недели этот фестиваль, музыкальные, причем разные абсолютно направления, на любой вкус, да. И они open air, что здорово, летом под открытым небом, на исторических площадях, или в горах. Да, поэтому вот такой вариант тоже, если люди, например, интересуются, можно им предложить какой-то вариант, например, укороченного тура, да, и с посещением уже непосредственно фестиваля. Про среднюю температуру вопрос еще был. Ну вот у нас сегодня плюс 20 градусов, лето, летний день, прекрасная погода была и в апреле такая же, 20, солнечно, и в мае. Лето у нас теплое. Даже жалко. Да, даже август, июль-август 27-30 градусов. Зимой температура в горах до минус 15, а в городах минус 5, минус 7 градусов. То есть в любом случае зима намного мягче, нежели в России. И по зимним группам, чем мы рекомендуем туристам, в принципе, группы в период с ноября до конца февраля, группы небольшие, до 12-15 человек. То есть люди отдыхают очень комфортно, если они едут не в самый высокий сезон. Я сейчас еще закончу. Тут был вопрос про событийность, про ссылку. Смотрите, Швейцария, страна, надо понимать, она федеративная. Соответственно, у нас у каждого, в каждом регионе Швейцарии своя жизнь, свои сайты, свои какие-то информационные порталы. То есть это не... Это очень разделенная страна. То есть объединяющих каких-то порталов очень мало. То есть есть, например, порталы, которые билеты продают на мероприятия, но там вы не узнаете обо всех событиях. Поэтому лучше обращаться к нам, как я уже говорила, потому что мы лучше знаем регионы, в которых мы проживаем, и можем посоветовать что-то необычное. Потому что если вы можете просто загуглить, по тематике что-то, может быть, и выпадет, но многие фестивали, они носят достаточно локальный характер и известны только вот в рамках определенного региона. Скет-туры мы принимаем с удовольствием, индивидуальные. И сейчас вот хайкинг в России становится популярным. Мы тоже можем предложить и специалистов по хайкингу, и маршруты. Да, кстати, это очень интересно спортивное направление, потому что в России сейчас фитнес, в принципе, очень популярен и востребован. А хайкинг, на мой взгляд, лично, это одно из лучших кардио-тренировок, потому что тренируется все, что надо нам, по крайней мере, женщинам. И при этом очень хорошая работа на сердце. А виды, ну, они просто потрясающие. Таких видов вы не увидите никогда из города. Вот, ну, я, в общем, отвлеклась, да, от темы. Так, теперь у нас есть вопрос был про сувениры. Ну, в принципе, сыр и шоколад действительно все везут. Но, кстати, интересно, вина, вина швейцарские тоже можно попробовать. Белые, особенно из региона, как раз группы же размещаются в регионной виноделии. На Женевском озере гиды всегда рекомендуют. Они недорогие, они очень легкие, очень приятные. Потом шоколад, шоколад, плитку шоколада лид или кае можно купить сейчас в любой точке земного шара. Но среди швейцарцев популярен шоколад, который производится именно в местных кондитерских, по рецептам, которые передавались из ус в уста. И наши гиды всегда на месте показывают, что именно, какой шоколад купить. Швейцарцы дарят его друг другу, но он считается эксклюзивностью. Поэтому и сыр, который произведен на сыроварне, он свежий, да, с различным сроком выдержки. Это может быть стандартный набор сувениров, вкусняшек из Швейцарии, но он очень приятен. Плюс ко всему швейцарские часы. В Интерлагене у нас есть возможность для того, чтобы клиенты приобрели швейцарские часы с дополнительной скидкой. Об этом гиды им тоже рассказывают. И швейцарские часы есть в различном ценовом диапазоне. Тут тоже приятный сувенир, подарок для себя из Швейцарии. Так, тут вот еще был вопрос про максимальный размер группы в разгар сезона. Ну, наверное, человек... 40, 40, ну максимально в большой автобус садится 40-42 человека, больше быть не может. Такие группы у нас, в принципе, не частые. И, как я уже говорила, профессиональность гидов плюс наушники позволяют качественно, комфортно обслуживать группы и такого размера. Каждый человек получает ответ на свой вопрос, внимание. И наушники позволяют отходить, делать фотографии, что очень удобно. Бернина-экспресс можно купить, но Бернина-экспресс – это сезонный продукт, да, он не круглый год, поэтому все зависит от дат. Да, и, уважаемые коллеги, обращайте, пожалуйста, всегда внимание ваших туристов, когда они просят вот эти панорамные маршруты. Что Бернина-экспресс, что Панорамный-экспресс – это 8 часов в поезде, да, то есть не каждый человек это может выдержать. При этом, когда речь идет, например, о каких-то индивидуальных заявках, да, рассматривайте в том числе возможность укороченной программы. То есть тот же, например, Ледниковый-экспресс – необязательно ехать все 8 часов, можно какой-то отрезок проехать. Также тоже касается и Бернина-экспресс, то есть не все такое могут осилить. Хотя, конечно, предложения на сайте очень привлекательные, картинки очень красивые. Можете ли вы встречать туристов до начала программы, не только в Швейцарии? Мы можем, да, в рамках индивидуальных туров это имеется в виду, да. Плюс ко всему, если туристы приезжают заранее, не в день начала тура, то это дополнительная за доплату делаются все трансферы. Еще по туру в гостях у сказки, если у людей в Цюрих прилет в вечернее время у нас, мы тоже их встречаем, и есть вечерние экскурсии по Цюриху. Наушники за доплату, да. И анонсированный розыгрыш будет. Я так понимаю, мы уже с вопросами подходим к концу. Да, в окошке вопросов ни одного вопроса так и не появилось. Хотя нас предупреждали, что вопросы все должны быть там, но мы не справились с этим. Значит, какой вопрос мы вам зададим? Я думаю, что известен приз, который мы разыгрываем. Мы разыгрываем одну ночь в отеле в Цюрихе и обзорную экскурсию по Цюриху на одного человека. В любую удобную для вас субботу в период с 1 октября по 1 апреля 2021 года вы можете воспользоваться этим предложением. И вопрос очень простой для тех, кто нас слушал, особенно просто будет тем, кто знает наш тур в гостях и сказки. По каким дням происходит заезд по программе? Ольга, вы даже мне договорить не дали, поэтому у нас абсолютный победитель – это Ольга Молчанова. Ура! Ольга, мы вас поздравляем и просим отправить ваши контакты Алексею на его электронный адрес. Мы его копируем. Да, он просил, чтобы вы с ним связались. Мы для себя зафиксировали. Да, мы оформим подарочный сертификат именно на вас. Поздравляем и добро пожаловать в Швейцарию. Будем рады с вами лично познакомиться и видеться в Швейцарии. Спасибо вам за внимание. И следите за нашим сайтом. У нас иногда бывают рекламные туры для наших партнеров, хорошо продающих наши продукты. Будем на связи. Да, мы очень ждем уже ваших туристов, поэтому как только границы откроются, мы готовы. На низком стадии, как я уже говорила. Огромное вам спасибо. И, кстати, с праздником вас сегодня же праздник. Первый июня, с началом лета, с днем защиты детей. Пусть у нас все будет хорошо. Всего хорошего вам дня, коллеги. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова